Вокруг армяно-азербайджанского конфликта идут активные процессы. Много разговоров на разных уровнях о формате 3 плюс 3, но мало практического для реализации данной площадки. При этом в самой Армении еще не полностью определились с этим форматом. С другой стороны, наблюдается дипломатическая активность президента Армении Армина Саркисяна. В последний месяц он посетил страны Ближнего Востока, встретился с мировыми лидерами на конференции по экологии в Глазго. О том, какие процессы сейчас развиваются вокруг армяно-азербайджанского вопроса, рассказал в интервью «Зеркало АС» российский политолог Олег Кузнецов. Сейчас много разговоров о формате 3 плюс 3. В Армении к этому формату относятся с наостороженностью. Чем это пугает армян? Армения убедилась, что на Россию и Иран ей особенно рассчитывать нельзя, а Грузия скорее выступит на стороне Азербайджана и Турции, чем на стороне Армении. Тут работает примитивная арифметика. При формате 2 плюс 2 Армения имеет двух противников и одного нейтрала. При формате 3 плюс 3 она скорее всего получит трех противников и двух нейтралов или симпатизантов, но точно не союзников. Поэтому в Ереване сейчас думают, будет ли новый формат для Армении более выгодным, чем существующий или нет. Как лично мне представляется, формат 3 плюс 3 не даст Армении желаемого для нее выхода на внешние рынки сбыта инвестиций, которых кот наплакал в условиях глобального энергетического и продовольственного кризиса. Поэтому власти Армении никак не могут для себя решить, какой формат лучше. В последнее время мы видим, как президент Армении активизировал дипломатические усилия, побывал с визитом в странах Ближнего Востока, затем он на саммите в Глазго встретился с лидерами западных стран и дал два интервью российскому ТВ. Чем обусловлена такая активность президента Армении? Все мы с вами прекрасно знаем, что у президента Армении сейчас не самая лучшая позиция внутри своей страны, и к нему есть очень много претензий со стороны армянского общества. Он был назначен своего рода смотрящим за западными инвестициями в политический режим Пашиняна, который попросту разбазарил все эти активы, не выдав на них ожидаемых дивидендов. Поэтому на него давят и внутренние, и внешние игроки, и ему приходится сейчас демонстрировать чудеса изворотливости, чтобы сохранить свою должность в условиях, когда им недовольны все. При этом надо понимать, что согласно Конституции Армении президент страны – это политическая надстройка без серьезных полномочий, которая не имеет никакого отношения к распределению государственных финансов, а поэтому лишена реальной власти. Поэтому его главная функция, представительская, ездить на международные мероприятия типа климатического саммита в Глазго, которые ничего не решают и для геополитики ничего не значат, равно как и все его встречи и интервью. Его должностной функционал предполагает такого рода действия без всякого практического результата, чем он и занимается в силу своих жизненных сил и умственных способностей. В народе это называется имитацией бурной деятельности. И в этом деле он сильно преуспел, но это не значит, что к его успехам следует относиться серьезно. Сразу после войны Россия сменила сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Теперь своего сопредседателя заменила Франция. Стоит ли ожидать активизации переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ? Ранее я уже неоднократно писал о своем видении причин смены сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России 29 июля 2021 года, и мое мнение на этот счет публиковала не только азербайджанская, но также германская и турецкая пресса. Поэтому мне остается только повториться. Подписание 10 ноября 2020 года Московского во всех смыслах этого слова, трехстороннего заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе в горне изменило ситуацию в регионе Южного Кавказа и политические условия функционирования Минской группы ОБСЕ, по отношению к деятельности которой Кремль занял диаметрально противоположную позицию. Сразу после подписания этого заявления Кремль стал рассматривать Минскую группу ОБСЕ как вспомогательный инструмент в деле реализации, и если ранее сопредседатель данной структуры от России всячески понуждал своих коллег к исполнению мадридских принципов и Казанского документа. ТО после подписания заявления от 10 ноября 2020 года оказался вынужден лоббировать исполнение именно этого документа в ущерб исполнению указанных выше документов Минской группы ОБСЕ. То есть одно исключало другое, ведь один и тот же человек месяц назад заявлял одно, а потом совершенно иное. Таким образом, смена взгляда Москвы на роль и место Минской группы ОБСЕ в послевоенном карабахском урегулировании вызвала необходимость смены сопредседателя от России. Я почти уверен в том, что аналогичными мотивами была продиктована и смена сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции, который должен будет озвучивать принципиально новую позицию Франции относительно изменившихся геополитических реалий в регионе Южного Кавказа. Поэтому ничего сверхъестественного в этой ротации я не вижу и активизации усилий Минской группы ОБСЕ к своему участию в организации переговорного процесса по Карабаху не предполагаю. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова